Одиннадцатиклассники в средней школе номер 18 областного центра – ребята способные и целеустремленные. У всех без исключения уже сформировалось представление о своей будущей профессии. Чтобы добиться поставленной цели, каждый из них тратит много силы, энергии на изучение и закрепление нужного материала. Помогает им в этом учителя. Сейчас готовлюсь к экзаменам. Подготовка к экзаменам проходит у нас в школе достаточно хорошо. Происходит множество различных мероприятий по подготовке к экзаменам. Также готовлюсь к экзаменам в ине школы с различными репетиторами. Также в школе у нас происходит подготовка к централизованному тестированию. Но это происходит по желанию учащихся. Набираются отдельные группы людей и с ними занимаются. Я буду сдавать профильные предметы. И я не зря выбралась именно историю общества, потому что мне надо сдавать конкретно их на ЦТ. И для подготовки я достаточно много делаю. Я считаю, по крайней мере, у меня есть репетитор. Это наш учитель по истории как раз таки. Я считаю, что он прекрасно преподает и что он готов подготовить на 100% учащихся. По обществу я подготовлюсь самостоятельно, потому что этот предмет идет у меня достаточно хорошо. И также я сдаю русский язык. Но несмотря на такую основательную подготовку, учащиеся переживают и волнуются. И неудивительно. На носу одни из важных этапов в их жизни. Школьные экзамены и выпускное, а затем централизованное тестирование, результаты которого определят их дальнейший путь. Они, конечно, переживают. Их немножечко настораживает, что их ждет впереди. Но у них есть цели. У них есть много мечт. Поэтому мы со своей стороны просто за них держим кулачки. И создали такие условия, чтобы наши знания впитывались с неким аппетитом. И этот аппетит у них сохранился на достаточно долгое продолжительное время их испытаний. Я полагаю, что у них все получится. И они будут успешны в этой жизни. Попробовать свои силы и проверить знания решил выпускник лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина Артем Шумко. Юноша давно определился с будущей профессией и активно готовился к предстоящему централизованному тестированию. А потому долго выбирать, на какие предметы ему нужна регистрация, не пришлось. Физика, английский, математика, русский. Английский как запасной, а физика, математика, русский. Потому что хочу поступить на ядерную физику. И эти предметы как раз-таки необходимы. 2 мая во всей стране началась регистрация абитуриентов на одно из главных испытаний для получения путевки в студенческую жизнь – централизованное тестирование. Совсем скоро, 16 июня, вооружившись ручкой, паспортом и квитанциями об оплате, абитуриенты отправятся в специализированные пункты для получения пропусков на экзамены. А потому желающих зарегистрироваться достаточно много. Среди них как выпускники школ, гимназии и лицеев, так и люди, которые давно закончили учреждение образования. Решил поступить на автосервис в факультет, так как на работе идет спрос для повышения карьеры. То есть нужно образование. Поэтому вот я решил поступить. Буду сдавать математику, физику и два языка – белорусский, русский. Как бы надо пробовать. К слову, зарегистрироваться на централизованное тестирование образца 2021 года можно двумя способами – при личном визите и в онлайн-формате. Правда, в случае с последним не стоит забывать, что прийти в пункт регистрации за бумажным пропуском все равно придется. По базе в электронном виде и в натуральном виде выдано примерно более 30 тысяч пропусков. Однако, печаль и тот факт, что в принципе еще не все получили пропуска. То есть в этом году реализована система предварительной регистрации посредством интернет. Естественно, абитуриенты этим воспользовались. Но проблема в том, что они прошли регистрацию, но ее не закончили. То есть для того, чтобы попасть на ЦТ, им необходимо прийти в пункт прохождения ЦТ, регистрации ЦТ и, соответственно, получить пропуск. То есть бумажный вариант этого пропуска, поскольку в электронном виде, естественно, этот пропуск отсутствует. Поэтому просьба к нашим абитуриентам, к нашим поступающим, тестируемым, обязательно пройти до 1 числа и регистрацию, оплатить регистрационный взнос, ну и, естественно, получить пропуска. Только после этих действий пропуск на одно из главных испытаний будет доступен. Ну а пока пожелаем выпускникам перед школьными экзаменами ни пуха, ни пера.